здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что уж достаточно раннее утро красивый день я бодрыми шагами направляюсь к рынку но сначала выпью кофе в италии в кофе утренним не отказывает себе никто сегодня четверг и сегодня я на рынке этот рынок меня приятно удивил потому что в падуем рынке которые происходят на основных площадях они меняются и за дня в день вы можете найти совершенно разные развалы совершенно разные товары на одном и том же развале это связано с тем что один и тот же производитель имеет допустим несколько грузовичков которые посещают тот или иной рынок товар туда уже загружен соответственно если сегодня один грузовичок приехал в паду и а завтра он же отправится в другой город но этот же производитель будет представлен на рынке вы найдете совершенно другой товар сегодня на рынке я нашла очень красивые ткани это так называемые остатки сладки потому что это очень качественная ткань все что я вам показываю это стопроцентная шерсть был также джерси из верблюда были также смесовые ткани шерсть плюс кашемир и могу сказать что за 10 евро метр это действительно недорого но этого что называется остатки сладки из каких-то магазинах не скупают в итоге потом продают на рынке очень часто если ткани осталось мало ты не можешь взять желаемые для себя два метра если тебе нужно только два метра если осталось два метра и чуть-чуть то в принципе либо ты выкупаешь все либо уже ждешь другой цвет другой состав другой день возможно тебе посчастливится увидеть но в принципе случается так что и ткани достаточно много поэтому тебе могут отрезать только сколько тебе нужно для пошива того или иного изделия наглядный пример того как очень красиво одета итальянка выбирает себе выбирает себе по всей видимости пальто это пальто очень ее привлекло она долго его рассматривала и даже примерила купила или нет не знаю потому что я пошла дальше в италии вернулись моду меховые жилеты вот такая так называемая гусеница которая была раскритикована многими блогерами уже можно встретить не только на витринах в ближайшем обзоре витрин вы увидите подобные жилеты и их можно встретить даже и на стритстайлерах на самом деле жилеты это очень удобно и на рынке можно найти очень красивый вариант этот вариант мне понравился кстати очень длинный жилет стоит 700 евро не дешево для жилета который ты возможно приобретешь на рынке если честно подобная цена на подобные изделия такая же в магазинах в том числе и за 80 евро можно купить уже очень красивый и модный в этом сезоне жилет я поняла что самый популярный вид изделия который приобретается на рынке чаще всего это трикотаж трикотаж мужской и конечно же женский действительно за небольшие деньги очень часто за 10 евро ты можешь купить стопроцентный кашемир часто мне пишет я она ну не может стопроцентный кашемир стоить 10 евро вы знаете в италии возможно все при этом возможно купить стопроцентный кашемир за 10 евро и нить при этом будет лора пьяно. Как это возможно? Как я уже рассказывала, очень часто на рынке представлены товары непосредственно от производителей. То есть очень многие местные производители имеют, например, магазин, где они платят существенную арендную плату, либо такового не имеют. Имеется фабрика, где производится та или иная вещь, тот или иной тип вещей. Потом все это распределяется по магазинам, которыми не владеет производитель. Такое тоже возможно. То есть дистрибьюция. Либо представлены эти же самые товары, в том числе на рынке, либо только на рынке, как может быть в данном случае. Производитель, который я вам показываю сейчас, его изделие, вы знаете, я снимала внутри магазина, он также представлен на рынках. В один и тот же день несколько грузовичков отправляются в разные города. То есть на самом деле ассортимент колоссально большой. И здесь совершенно точно, даже если вы возьмете вещь на ощупь, вы поймете, что это кашемир. Вот тут на самом деле не нужно даже этикетку читать. Более того, очень часто это кашемир, именно нить Лоропьяно. Но сегодня мне повезло. Я нашла не только производителя, куда традиционно люблю приходить, чтобы посмотреть на вещи. Часто здесь что-то себе покупаю. Вот на самом деле именно здесь можно за 10 евро купить, например, вещь, которая не пошла в производство. То есть выпущено было всего лишь несколько, и потом решили, что эта модель не будет запущена. Это так называемый компионарио. То есть это примеры того, что могло бы выпускаться. Это очень часто какие-то последние размеры. И все это действительно можно купить недорого. Но даже если выкупать за полную цену тот или иной товар, это в любом случае будет зачастую очень качественно и действительно дешевле в два, а то и в три раза. Over a couple. $ $ $. $ عند Побед brauchан. $ $. . очень мне понравился этот свитер стопроцентная шерсть он очень плотный то есть он зимний и стоил как раз таки вместо 120 я забыла показала цены в любом случае он стоил совсем небольших денег единственное что подобный свитер под цветом не подходил если бы был серого цвета например вот такой же мчужный я бы обязательно купил этот свитер тоже стопроцентная шерсть и как раз таки и так называемые так называемые примеры того что могло быть запущено производство компинарию поэтому бессмысленно даже спрашивать если такая же модель на другом цвете во первых ее их очень быстро раскупают эти вещи за вот такие небольшие деньги но во вторых они действительно бывают выпускаются в одном размере и в одном цвете вот такой серый жемчужный если бы был той же самой плотности как синий я бы однозначно взяла вообще мне очень сложно последнее время уходить с рынка без покупок прямо таки и лана веру стараюсь сделать себе внушение чтобы ничего не покупать перед вами пальто и кстати это пальто макс мара с него срезанные этикетки и стоимость его совершенно невелика и конечно же отличается от даже супер самых последних распродаж которые кстати никогда не бывают в во флагманских бутиках макс мара вы наверняка знаете что более 30 процентов распродажи там скидки не опускаются распродажи более 30 процентов не существует но тем не менее потом все эти вещи могут быть найдены встреченные в том числе и на рынке официальная позиция макс мары что она не разрешает подобные вещи но с другой стороны это также как очень часто бывает со съемками в бутиках до официальное разрешение получить невозможно но в целом если ты заснимешь то что называется не пойман и не пойман потому что все таки все магазины которые даже придерживаются очень строгой позиции они понимают что любая съемка внутри это все-таки реклама и не распроданные остатки которые уходят хотя бы хотя бы на рынок это все равно хоть какие-то деньги возмещенные за непроданный товар поэтому если вы живете рядом с паду имейте ввиду что в четверг действительно рынок очень и очень интересный это кстати тоже к вопросу о том как попадают вещи на рынок в прошлом видео я рассказывал что основной путь их три это действительно китайские товары как правило я туда даже не подхожу все это можно увидеть за те же самые деньги но красиво разложенное и развешенное витринах некоторых магазинов следующий путь второй это когда сам производитель привозит свой товар непосредственно на рынок и третий путь это остатки сладки когда из бутиков скупается то что может скупиться очень часто идет цена за штуку либо даже на вес и потом все это привозится на рынок при этом часто требования тех или иных производителей заключается как раз таки в том чтобы этикетки были срезаны чтобы не портить имидж той или иной компаний производителя а фанатвиста подпишись на рынке 50 сискора подпишись на карте предпринимание эквена квадратно потете prenderne anche due perché Накидка за 20 евро. Посмотрите, какой состав. 60% шерсть, 20 альпака и 20 махер. Что может быть лучше? Красивая расцветка, потрясающее качество и потрясающий состав. Таких вещей на рынке действительно очень много. Здесь снова рука моя потянулась к бумажнику, который у меня нет, к сумке, где у меня деньги. Но я вовремя смогла остановиться. На самом деле огромное количество шарфов из 100% шерсти или 100% материалов представлено на рынке. Это, кстати, другой развал, чем тот, который я показывала вам в прошлый раз, где я приобрела свои шарфы. Но сегодня мне тоже очень хотелось, очень хотелось пополнить свою коллекцию шарфов, потому что все очень красиво, повторюсь. Очень сложно, я думаю, не мне одной уйти без покупки. Посмотрите, снова 80% шерсти, 20% полиамид. Очень красивые цвета и очень модные в этом сезоне пончо. Это оказался развал еще одного производителя. Я также с ним не знакома, потому что, повторюсь, в четверг я обычно посещала рынок Монте-Гротто, потому что я покупала рыбу. На какое-то время мы решили от этой привычки отказаться, поэтому в четверг я могу оказаться, в том числе и в Падуе. Посмотрите, какие красивые детские вещи. Я, к сожалению, ничего не купила своим детям. Постоянно они жалуются на то, что им колет шерстяной воротник от того или иного свитера, но вещички действительно милые. Кстати, детские вещи подобные стоят столько же, сколько взрослые, если говорить о их стоимости в магазине. И вот я нашла то, что, скорее всего, себе приобрету. Единственное, что не было модели, которая мне нужна, я нашла спортивные костюмы, так называемую трикотажную базу. Когда я услышала цену, я не поверила, 100% шерсть. 42 евро за вот такие спортивные штаны. Трикотажная база, которая в моде Любой цвет можно приобрести Единственное, что я не очень люблю в этом сезоне И не хочу, не собираюсь обнажать лодыжку Поэтому я спросила, а есть ли модель Палаццо Палаццо модель существует, но сегодня ее не было Либо уже все раскупили Мне привезут в следующий четверг И я, скорее всего, стану счастливой обладательницей вот таких брюк 100% шерсть, так называемая трикотажная модная база Буду всю зиму ходить, и мне будет не холодно На рынке в Италии также очень выгодно Приобретать чулочно-носочные изделия Действительно, цена низкая, качество высокое Я иду дальше, на следующую площадь И очень надеюсь найти производителя Постельного белья Также полотенца они предлагают И скатерти, потому что я решила Наконец-то обновить скатерти Здесь есть 2,30 метра, веро? у нас нестандартные размеры стола он очень большой и достаточно нестандартно широкий мы заказывали его исходя из собственных предпочтений собственного видения о том какой стол и найти скатерть на подобный стол очень сложно а сегодня нужного размера мне не было поэтому мне дали возможность записать какие размеры есть приеду померяю все попрошу ребят мне помочь и возможно вернусь за скатерть и получается уже следующий четверг также нас нашла за 159 евро вот такой замечательный послушайте какой состав 70 процентов шерсть 30 процентов хлопок вот такой замечательный плед тоже немножко малова для нашей нестандартной кровати только матрас 2 метра мы брали также и заказывали все кровати нестандартные и только поэтому не купила только поэтому ушла без покупки посмотрите какой красивый цвет какой прекрасный состав сегодня мы с мужем обедали и я если честно забыла ему показать потому что была возможность вернуться за этим пледом после обеда ну что ж возможно будет хорошая оказия и предлог чтобы вернуться на этот рынок следующий четверг не только за скатертями но и за такими красивыми вещами для дома и для себя ну что ж мои прекрасные зрители на сегодня это все я с вами прощаю желаю всем хорошего настроения прекрасного дня очень скоро увидимся это была я на скворцово всем пока пока пока